Ярослав, у меня к вам вопрос. Дело в том, что многие люди, которые проживали на территории Белоруссии, вообще не знали, что произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом как бы и не сообщалось. Я могу сказать, я в этот день, 1 мая, то есть это не в этот день, естественно, а через 4 дня я был на демонстрацию. И все радостно, с флагами, транспарантами, как тогда было принято, шли смотреть парад и шли на демонстрацию, размахивая. И тогда, ну я не знаю, немногие об этом знали. Скажите, а когда официально все-таки было объявлено об этом? Я, в принципе, получил информацию в первый же день, сразу скажу. Я получил ее где-то к обеду 26-го. Но, правда, это как бы по своим связям, по своей журналистской линии. Когда официально это заявили в Беларуси, по-моему, мая 2-го или 3-го. Но самое главное здесь даже не то, что заявили, даже не то, что проходила демонстрация. Когда в Минске проходила демонстрация, на Минск еще не упало то пятно. То есть, в принципе, на Минск никогда не падало радиационное пятно. Оно выпало чуть севернее с дождем в районе Воложино. И вот там действительно серьезное радиационное пятно. Потом это же облако ушло на Лиду. Возле Лиды выпало достаточно серьезное количество осадков радиоактивных. Но не предупредили, самое главное, не предупредили никого в Хойниках. А вот в Хойниках решили устроить демонстрацию как раз. И это было, наверное, самое безумное решение. Потому что, ну, как бы, они, наверное, знали уже все. Но, тем не менее, в Хойниках ничего не отменили. Отменили в Наровле и отменили в Брагине. Если вы посмотрите на карту Белоруссии, вот к чему я хотел подвести, кстати говоря. Есть такой белорусский Бермудский треугольник. Это Наровля, Хойники, Брагина. Все, что южнее, это считается теперь Полесским радиологическим заповедником. Ну, понятно, что заповедник, он за колючей проволокой, как бы. И туда вход не всем разрешен, а только по специальным пропускам и прочее, и прочее. Но вот этот вот треугольник Хойники Наровля-Брагин, который как бы не попадает под юрисдикцию особого режима. То есть он не находится в заповеднике. Но, тем не менее, он заражен абсолютно до такой степени, что представить себе невозможно. Вот, тем не менее, в этом треугольнике сейчас живут люди. И в этом треугольнике, ну, происходят, скажем так, довольно странные вещи. Я уж не говорю там о пятиногих кабанах и прочих вещах. На самом деле это все не выдумки журналистов и не конспирология. Действительно, какие-то там телята с двумя головами. Это все есть. Это все там происходит. И что касается жителей вот этого вот района, ну что, ну, в Наровле, например, до сих пор действует потрясающая конфетная фабрика. Они выпускают конфеты. Хотя вполне известно, что шоколад как бы один из хороших носителей радиации. Но, тем не менее, это все работает, потому что это выгодно сегодня для Республики Беларусь. И, во-вторых, ведь весь этот район невозможно было оставить как бы без хозяйствования. На самом деле район кормилец. Район, который, районы вот эти вот, это три района, в общем-то. Я перечислил районные центры, которые кормили и всегда будут кормить Республику Беларусь. Но уж чем они ее накормят, тут судить ни вам, ни нам, и никому. Потому что, ну, пока еще белорусы не перевелись, значит, кормят еще пока нормально. Вот. Но и я хочу еще упоминать одну интересную вещь, что в результате чернобыльской катастрофы, так, по элементарным подсчетам, заражено было 23% Республики Беларусь. Ну, что такое 23%? Как там у белорусов было всегда? Загинул кожаный четвертый в войну, да? То есть погиб каждый четвертый. Ну, так вот, считайте, что 23% это каждый, почти каждый четвертый метр Беларуси заражен в результате Чернобыльского взрыва. Вот это, наверное, и есть самое жуткое, что можно осознать. То есть в Беларуси как-то всегда вот так вот получается. Вот каждый четвертый, каждый четвертый человек, каждый четвертый метр квадратный, он всегда то ли погибает человек, то ли заражается вот от таких вот сверхидей по поводу четвертого энергоблока. Ну, я вам хочу сказать, вообще-то говоря, что четверка, это, опять же, с точки зрения нумерологии, ну, не самая благоприятная цифра, и люди, которые были рождены и рождаются 4-го числа, там, 13-го, 22-го числа, они имеют какие-то определенные свои качества, ну, и этим обусловлено. Китай, кстати, очень и очень не любит четверку, поскольку четверка, она символизирует собой смерть. Вообще-то, вот прям им даже вот так вот текстом. А в ведической терминологии четверка – это планета Раху, и это очень, это считается демоническая планета вообще на самом деле. Так что в этом что-то есть. Ну, может быть, но, тем не менее, 4 энергоблока – это как бы стандарт советской атомной станции, поэтому четвертый они обязаны были построить в результате, но вот почему они поспешили? Ну, почему четвертый блок ведь взорвался, не третий, не второй, не первый. Но взорвался именно четвертый, да, совершенно верно. Поэтому я еще раз говорю, что Беларусь в заложниках практически оказалась. Слава богу, что ничего в Игнолине не взорвалось. Я не знаю, в Игнолине вообще собирались литовцы в свое время остановить все это дело и брать энергию откуда-то. Но, насколько я понимаю, до сегодняшний день эта атомная электростанция еще работает. Ну, я просто надеюсь, что у литовцев ничего не взорвется, потому что если еще и с севера вот так вот по Беларуси грохнуть, то все, страну можно закрывать сразу на замок и повесить куда-нибудь ключи. Вот такая вот история. И что я еще хотел сказать об этом, это, наверное, то, что сам город Припять ведь был такой вывеской советского строя. Город Атомщиков, когда рассекретили, в принципе, к этому моменту еще не рассекретили все Арзамасы, там Москва-80 и прочее, и прочее, а вот как раз этот город Атомщиков, он считался идеальным. Там были построены хорошие новые дома, там были детские площадки буквально между каждым домом, и домом обязательно какие-то игровые места для детей, там были построены потрясающие школы совершенно. И вот это вот такая была вывеска советского строя. Вот посмотрите, как живут наши атомщики в маленьком городе. А городок-то небольшой, сколько там? 12 с половиной тысяч человек-то жило всего в Припяти. Но тем не менее он строился как образец. И вот когда этот образец видишь покинутым людьми, это совершенно страшное впечатление, совершенно невероятное. Когда ты понимаешь, сколько здесь было построено, сколько здесь было вложено всего для того, чтобы вот такую вот вывеску плакатную буквально организовать, ну а безопасность реактора-то надо было тоже позаботиться, наверное, а не сдавать его раньше срока и под это дело получать премии, государственные премии даже кто-то получил по этому поводу. И тем не менее вот так вот всех жителей, всех работников весь город подставить на таком уровне. И не стало города. Проходка по мертвому городу никому не пожелаю, даже чтобы во сне не приснилось на самом деле, потому что это очень неприятное зрелище, крайне неприятное. Одно это колесо обозрения, которое там построили буквально, по-моему, то ли за год, то ли за полтора до того, как грохнул на четвертом реакторе. И вот это вот колесо обозрения, с которого нужно было обозревать, и, видимо, очень хорошо обозревалось, на нем не катался, но этого не знаю, и Чернобыльскую атомную электростанцию, и весь шикарный городок Припять, и вот это вот слияние Днепра и Припяти, и вот это вот все должно было быть как бы вот все для блага человека, все во имя человека называется. Но вот оно для блага и получилось. Вот так вот. Да. Скажите, Ярослав, вообще вот атомные электростанции, это, как вы думаете, это зло или это благо? Я не знаю, что зло и что благо, потому что любая атомная электростанция может быть в перспективе наработкой для оружейного плутония, для оружейного урана. Поэтому вот почему сейчас весь сырбор, вот видите, опять мы в политику влезаем, да, почему весь сырбор вокруг Ирана разгорелся, да, Бог бы с ним построили бы они эту атомную электростанцию в Бушире. Какая проблема? У Ирана очень много энергоносителей своих, в общем-то, для того, чтобы топить ГРЭС нефтью, соляркой и чем угодно, но не ядерным топливом, скажем так. Тем не менее, они претендуют на то, что у них должны быть атомные станции, но потому что это дешевле, я понимаю. Да, наверное, это дешевле. Да, конечно, это благо в какой-то момент. И давайте уж так говорить, что Чернобыль это единственная атомная электростанция, которая на сегодняшний день нанесла такой ущерб той территории, на которой она находится. Были проблемы и в Соединенных Штатах на атомных электростанциях. А в Японии? Ну, в Японии так там цунами, извините, и землетрясение. Там сейсмически неправильная территория для построения атомных электростанций. Вообще, Япония, как бы, я не думаю, что должна вообще строить когда-нибудь атомные электростанции, начиная вот с того момента, когда у них так случилось. Нехорошо, так скажем. Маленькие острова. Зачем? Зачем им это надо? Ну, тем не менее, Япония вообще не имеет никаких энергоресурсов, поэтому, наверное, атомные электростанции тоже для них считаются каким-то определенным спасением. Ну, дешевле, мы же с вами уже выяснили этот вопрос. Действительно дешевле? Дешевле, да. Дешевле совершенно определенно. Но в любом случае, Япония, не имея никаких ресурсов, живет, наверное, богаче сегодня, чем Россия, которая имеет абсолютно все ресурсы. Про верные дороги идете товарищи, это называется. Да, Ярослав, ну, расскажите про себя. Вы же в какой-то степени сталкер, вы же там были. Я там был, и действительно, я там много был. Что касается сталкерства, я бы это так не назвал, потому что все-таки... Я имею в виду человека, который бывал там. Чего он оттуда вынес? История у Малчика. Кроме радиации. Да, 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 да. Это не братья Стругацкие, на самом деле. Что он оттуда вынес, хотя помните, у братьев Стругацких ведь вся суть была в том, что зона дает человеку не то, что он попросил, а то, что он тайно хотел. Вот и в результате это получается. Я тайно неявно не хотел ни того, ни другого, ни третьего. Просто это была настолько интересная тема, с которой нужно было как бы и разбираться одновременно, и одновременно понимать, а что, чем занимается наше правительство по этому поводу. В Минске построили гигантский район Малиновка, который фактически заселили выходцами из Чернобыля. Я не знаю, что они делали, как они искали работу. Помощь была совершенно грандиозная. Всем, кто выехал из Чернобыля, и за счет этой экономической помощи чернобыльцам, ну, наверное, обделили некоторые социальные слои, которые могли бы и не обделяться. Что-то забрали из пенсионных фондов, что-то забрали из других статей бюджета, но тем не менее, вот эта вот помощь чернобыльскому сообществу, она какое-то время висела как бы в ключевых темах бюджета Республики Беларусь, что все, мы всех отселяем, мы всех развозим. Ну, в принципе, мы получили довольно странный район Малиновка, который в основном населен людьми и собаками. Собаки – это привычка как бы оттуда вывезенная, потому что там по две, по три собаки на семью, на хату были всегда. Ну, хоть одну-то надо с собой иметь. Вот, для этого пришлось выгораживать там отдельные поля для выгула, там еще для чего-то. Вот такие вот странные вещи. Что касается моих личных впечатлений о зоне, вот, честно говоря, вот, наверное, это и есть сталкерство, потому что если ты оттуда уехал, тебе хочется обратно. Я не знаю почему. А почему? Острые ощущения или действительно там так интересно? Нет, нет, потому что, наверное, вот такая вот аура вокруг всего этого одновременно и мертвого, и живого мира, то есть мертвый мир без человека, он ведь еще более живой, чем с человеком на самом деле. Он гораздо живее, нежели на той территории, где постоянно присутствуют люди. И вот это вот достаточно удивительная вещь, то есть какие-то виды отмерли, какие-то виды, там появилась красная трава, предположим, я видел совершенно реально, это опять-таки не конспирология, что такое красная трава. Вот, но тем не менее, тем не менее, в этом мире не присутствует человек, по крайней мере, не очень сильно в него вмешивается, скажем так. И вот туда почему-то хочется, наверное, отдельному индивиду, такому, как я. Кто-то любит очень, как бы, активный социум, я небольшой любитель активного социума, и вот какое-то влияние, какое-то постоянное тяготение к этому есть. То есть отпуск проводить, допустим, да, отсюда выезжать, туда отпуск, в Чернобыль. Ну, я вам скажу, Михаил, отпуск там не очень-то хотелось бы проводить. Как раз Чернобыльская зона – это постоянное напряжение и постоянная работа. Ну, послушайте, но ведь там люди живут, по-моему, до сих пор. А, вот эта вот тема, которую мы еще не подняли, но как раз таки вот я к ней хотел приобщиться. Дело в так называемой обратной миграции в Чернобыльскую зону. Потому что освободилось огромное количество домов. Освободилось огромное количество целых пустых деревень, которые кто-то хотел бы, в которые кто-то хотел бы поселиться. И вот все, кто жил у нас на вокзалах, все, кто жил у нас на помойках, они все рванулись обратно в Чернобыльскую зону. Что только там не делали. Ставили специальные отряды милиции. Окружали деревни ОМОНом, но ОМОН тоже там долго не хотел находиться, потому что зачем же им, они все здоровые парни, а потом они к девочкам как бы не очень-то хорошо зайдут в результате. Вот поэтому они тоже как бы отказывались от такой работы. И это было совершенно справедливо. Потому что ни по каким законам их невозможно заставить работать в такой зоне, где очень высокий уровень радиации. А вот все бездомные, все бомжи с вокзалов, они немножко расчистили города. Я так понимаю, это как раз может быть и неплохо, но они все поехали в ту зону. Мой коллега Виталий Семашко, с которым мы работали в программе Крок, с двоем партнерами, он снял целый фильм по поводу, причем как раз таки с господином Хощеванским, о котором мы говорили, да. Они сняли целый фильм по поводу жизни одного бомжа, который живет в чернобыльской зоне и который там себя просто прекрасно чувствует. Он никогда бы не смог иметь своего дома, он никогда бы не смог иметь своего хозяйства где-нибудь в пределах Минска или любых других городов, потому что у него на все это не было ни сил, ни средств. А так он приехал, он заселился в какой-то отдельный дом, который вот только-только был покинут. Ну а что радиация? Что радиация? Ну у него здоровья и так уже в принципе немного, а он решил пожить как человек. И вот у него совершенно такое перевернутое сознание, что если радиация это не больно, то и Бог с ним как бы. Но его спрашивают, вас же это убивает, вы понимаете, что вас здесь это убивает. Он говорит, ну меня и та жизнь убивала, а теперь меня эта жизнь убивает, но здесь я чувствую себя человеком, а в той жизни я чувствовал себя самым последним человеком, а здесь я первый человек, хотя вокруг на 30-40 километров никого нет от него. Вот это вот совершенно тоже потрясающее ощущение человека, который поехал в чернобыльскую зону, и он не волнуется по поводу того, что он довольно рано умрет. Ему это не страшно. Ему как бы привычнее себя почувствовать. Вот это сталкеры. Вот это сталкеры. Я приехал и уехал. А вот эти вот ребята, которые рванулись в чернобыльскую зону, чтобы пожить в чужих домах, которые строили не они, и в которых жили не они, но тем не менее пожить вот там вот и вот там вот находиться и таким образом почувствовать себя людьми, это тоже совершенно потрясающая тема. А в этом, в принципе, надо бы не документальное, художественное кино снимать, но пока вот просто еще никто не взялся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok